хлеб испекся для опары нам понадобится 250 миллилитров воды 20 грамм свежих дрожжей у меня замороженные свежие дрожжи это вам лайфхак для того чтобы сохранить дольше дрожжи я и делю вот на такие кусочки храню в морозильной камере они тогда дольше хранятся всыпаю одну чайную ложку соли и одну чайную ложку сахара я жду когда растворяться дрожжи вода должна быть тепленькая не горячая только теплая растворяться дрожжи сухо сахар соль и вода совсем не остынет будет такая летняя все ингредиенты растворились стало однородной консистенции женая обдирная мука 150 грамм ржаной обдирной муки вот такая и перемешиваем когда перемешали оставляем все на 3-4 часа все объединилось все стало однородной массой затянем пленкой оставим на 3 часа минимум берем ржаную опару 150 грамм ржаной муки 200 грамм воды все количество ингредиентов будут в описании под видео добавляем 150 грамм воды размешиваем постепенно просеиваем муку добавляем просеиваем и замешиваем тесто количество ингредиентов будут в описании под видео соль и сахар мы добавили в опару также я добавляю семена льна 2 столовые ложки семена льна замесилось тесто вот такое липучая липкая к рукам липнет мы сейчас его соберем в комочек и оставим на полчаса отдыхать чтобы развилась клейковина 30 минут она у нас отдыхает прошло 30 минут будем вымешивать наш хлеб хорошенько вымесить минут 20-30 сколько у вас хватит сил подпылить и вымешивать можете отбить можете дедовским способом так все я хлеб вымесила поставим на расстойку взбрезнем оливковым маслом подкатаем и швом вниз оставим на 30 минут 30 минут прошло смотрите как хорошо из хлеб наш немножко маслом смазываем растительным руки и растягиваем защипываем его и опять на 30 минут накрываем ждем 30 минут прошло 30 минут и мы растягиваем еще один раз и оставляем на час где-то может быть на полтора часа если у вас холодно в квартире делаем такой колобочек и все и оставляем на час хлеб расстоялся сейчас мы его сформируем немножко масла замечательный хлеб вышел делаем такой прямой угольничек равномерный подкатываем и бока все все и ставим в емкость сразу в емкость я расстелила пергаментную бумагу чтобы потом можно было взять с этой бумагой и перенести в духовку все в такой колобочек ставим накроем и ждем пока расстоится будем выпекать растой растойка зависит от температуры в вашем помещении может быть за 40 минут может быть за час а если холодно то еще и больше смотрите на температуру вашего помещения все расстоялось и наш хлеб духовой шкаф разогрет 240 градусов берем нож или что у вас есть и делаем надрез глубокий припылью немножко мукой осторожно все переносим на разогретую чугунную сковородку 250 или 240 градусов духовой шкаф на дно я ставлю воду для водяной бане выпекаем так 15 минут и потом уберем воду уменьшим температуру хлеб испек так проверяется готовность глухой звук значит хлеб готов я накрываю хлеб салфеткой льняной и сбрызгиваю водой холодной обычная холодная вода для смягчения корочки и оставляем до полного разогревания и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...